Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Сидникова! Итак, мои хорошие, шарф-трансформер, шарф-рукава, шарф-шаль, шарф-кофточка готовы! И напомню, что спонсором этого великолепнейшего проекта был магазин Бобин, который предоставил китайскую ниточку от Color City King Roo Wool. Мои хорошие, я в таком восторге от этой работы, я не могу вам передать. Я не знаю, или я уже включила в видео свою демонстрацию, или она будет позже, но вы все, мои хорошие, увидите. Это просто потрясающий проект! Я, конечно, знала, что он будет эффектным и очень уютным, комфортным, универсальным, но чтобы настолько, даже я не могла предположить. Мои хорошие, это просто шик! С этой моделью справится любая, повторюсь, любая вязальщица, которая только-только взяла спицы в руки, научилась вязать лицевые и изнаночные, и все! Больше здесь ничего абсолютно не нужно! Итак, мои хорошие, давайте расскажу свои впечатления об этой ниточке. Полный восторг! Я вчера уже постирала этот свой прекрасный трансформер. Посмотрите, ниточка раскрылась и ниточка немножко распушилась. Стала мягче, нежнее, но куда же еще нежнее. И то, что это шерсть, я вам говорю со стопроцентной уверенностью. Во-первых, характерный запах при стирке, запах шерсти. И я уже говорила, что я ее поджигала. Как-то был комментарий, какой запах. Еще раз скажу, когда поджигаешь запах куриного пера. Вот как мы в детстве, будучи маленькими, очень любили поджигать почему-то куриные перья. Я выросла в деревне, и это было одно из любимых занятий. Так вот, запах куриного пера. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что эта ниточка натуральная. Цена-качество просто на высоте. Очень рада, очень рада этому проекту. И, конечно же, после завершения этого проекта, мои хорошие, я начала еще один красивейший проект. Поскольку этой ниточке у меня осталось 600 грамм, получится удивительное, просто красивейшее и просто опять очень простое платье. Опять же, для начинающих. Я просто в восторге от этой модели. Фото постараюсь вставить. И я уже начала вязать эту красоту. Но к этой ниточке я хочу добавить шелковый блеск вот такого оттенка. Они очень хорошо сочетаются, потому что я чувствую, что мне не хватит 600 грамм для такого платья. Так что вот следующий проект будет вот в таком составе. Опять кенгуру вулл от магазина Бобин. И шелковый блеск. Вот эта ниточка, которая у меня осталась. И я думаю, как раз вот я использую эти свои остаточки, по-моему. 400 грамм у меня осталось шелкового блеска. И мне тогда хватит на вот это платье прямого силуэта. Очень красивое, будет очень теплое и очень эффектное. Ну, а теперь, мои хорошие, давайте поговорим о этой модели. Значит, шарф у меня весит, внимание, 360 грамм. Куда девались мои 40 грамм от мотка, я так и не поняла. То есть я использовала, даже больше, чем 40 грамм, я использовала 4 вот таких моточка. И на резиночку, как вы помните, что здесь она еще даже не высохла, вчера постирала, но так хочется мне вам показать, здесь два сложения вот этой ниточки кенгуру. Так вот, на шарфик у меня ушло 4 моточка полных 100 граммовых и немножко вот на резиночку. Но почему шарф весит 360 грамм, я так и не могу понять. Я не могу найти вот эти вот ниточки, которые, можно сказать, испарились. Ну, не будем вдаваться в подробности. Говорю, что шарф весит 360 грамм. Значит, длина шарфика метр семьдесят шесть без вот этих манжетиков. Манжетики семь сантиметров. Сама вот эта английская резинка, то есть, которой вязался этот шарфик, метр семьдесят шесть. Вот плюсуйте, метр семьдесят шесть плюс четырнадцать. Что там получается? Вот это длина этого шарфа. Теперь, мои хорошие, сейчас мы это все поблагодарим нашего снеговика, который сделал нам красивую картинку и предупредил, что зима уже скоро. Но нам теперь не страшны самые лютые морозы. Девочки, какой же он теплый, какой же он мягкий, я вам даже передать не могу. Значит, состав ниточки, смотрите, девяносто пять процентов шерсть меринос и пять процентов кенгуру. То есть, это полностью натуральная ниточка. Вот она, эта красавица, здесь у нас нарисована кенгурушкой, я имею в виду. По германской технологии. Может быть, это вот как раз германская технология. Я не знаю. Но ниточка, поверьте, не колется вообще. Вот просто от слова вообще. У кого чувствительная кожа, деткам очень хорошо подойдет эта ниточка. Покупайте, вяжите. Цена-качество, повторюсь, на высоте. По-моему, не буду врать, а то как-то мне уже сказали, что я вружка, я ошиблась там в цене. Поэтому сходите в магазин Бобин или еще в какой-то другой интернет-магазин и посмотрите, сколько ниточка стоит. Но для такого состава цена просто классная. Итак, на чем я там остановилась? На длине шарфика, значит, манжет, я вам сказала, он 7 сантиметров. Теперь, смотрите, хочу показать вам вот этот шов, который я показывала. Я делала его крючком, сшивала. Видите, что получается? Посмотрите. Посмотрите, какая красота. То есть, вот он этот шов. Его практически, вот он, его практически не видно. То есть, шарф можно носить, даже если вы вывернете наизнанку. Сейчас приостановлю, пылесос едет на улице. Вот, смотрите, мои хорошие, я вам про этот шов сшивания деталей крючком. Смотрите, как выглядит шов с изнаночной стороны. Если вы ненароком ошибетесь и оденете шарф рукава на себя с изнанки, никто этого не заметит. Посмотрите, как хорошо вписывается в рисунок, вообще практически не видно. Вот, посмотрите, я сейчас вывернула наизнанку, где я сшивала, вот такой вот шов. Но у меня на этот шов есть еще один вид. Я сейчас это делать не буду, поскольку я боюсь, а вдруг мне не хватит ниточки. Если ниточка останется, я этот шарф рукава еще усовершенствую. То есть, еще будет один вариант этого шарфика. Смотрите, мои хорошие. Сейчас очень модно модели вестерн с бахромой. Очень модно в этом сезоне. И я видела парочку моделей бахромы именно по шву рукава. Представляете, если сюда, вот в этот шов, прицепить бахрому, и можно носить этот шарф как с одной, так и с другой стороны. То есть, выворачиваем на лицо, у нас получается обычный шарфик, и наша эта бахрома, кисточки будут внутри. Выворачиваем на изнанку и получаем совершенно другую модель с кисточками или с бахромой. Я не знаю, как это назвать. Наверное, бахрома. Вот здесь, вот по линии шва. Это уже получится совершенно другая модель. И поверьте, не менее эффектная. Хотела сейчас сделать, но потом решила, сейчас на бахрому ниточки использую, а вдруг мне не хватит на платье. Думаю, нет, это я успею сделать и потом. Ну, а вам как идея, пожалуйста, кто любит модели вестерн, это хорошая идея. И если у вас, конечно, ну, вот здесь у меня не очень красиво, я вот здесь могу переделать, видите, заправляла ниточку от резинки. И немножко не очень аккуратно. Ну, в принципе, нормально. То есть, можно носить как с одной, так и с другой стороны. Да, давайте по петлям расскажу еще по размерам. У меня 90 петель. Вы знаете, как я привязывала рукава. То есть, ясно, я не вязала, я не начинала вязать с резинки. Я резинку привязывала с одной стороны и с другой стороны, естественно, по ходу вязания она у меня вывязывалась. Почему? Я уже объясняла. Если надоест резинка, я могу ее просто отвязать и у меня получится просто палантин. Но я думаю, что мне эта модель не надоест, потому что очень-очень нравится. Итак, на резиночке у меня вот здесь 56 петелек. То есть, с одной стороны я крючком вытащила 56 петель и связала резинку один на один. Ну, а с другой стороны, естественно, я убрала лишние петли и связала те же 56 петель ниточкой в два сложения и спицами троечкой. Сам шарф вязался бамбуковыми спицами пятеркой в одно сложение. Что еще хочу сказать об этой ниточке? Единственный недостаток, если это можно считать недостатком. Помните, я говорила, что по ниточке во время вязания попадаются вот такие какой-то пушок. Я сейчас попробую его найти, потому что я очень много убрала этого пушка после стирки. Я думаю, что после нескольких стирок это вообще, ну, как бы... Вот, вот он, видите? Вот, видите? Вот такой вот пушочек. Вот единственный вот такой вот нюансик в этой пряже. Я не знаю, что это. Может быть, это мех как раз в те 5% кенгуру. Я не знаю, но он легко удаляется. И я думаю, что пару стирок, пару-троечку, и все, как бы это... Он уйдет. Да, мои хорошие, учитывайте тот факт, что ниточка все-таки вытягивается. Может быть, это связано с рыхлым вязанием, поскольку спицы здесь, там, рекомендуют, сейчас скажу, но никак не пятерку. Я вязала пятеркой... Сейчас посмотрим. Три с половиной, видите? Три с половиной спицы рекомендуют. А я вязала для рыхлого вязания специально намеренно пятерочкой. Потому что вот английская резинка мне в таком рыхлом варианте очень-очень нравится. Тем более в этой модели. Так вот, мои хорошие, учитывайте то, что после стирки ваш шарфик вытянется. Я не знаю, правильно ли я сделала. Я, короче, вчера постирала в шампуне, тем, которым мою голову. У меня дав. Можно использовать любой дешевый шампунь. И ополаскиватель, так же, как вот тоже дав у меня, бальзам для волос. Я просто ополаскивателем этим намазала вот этот весь шарф, когда после стирки помяла немножко. А потом, в общем, как голову мы моем, вот он этот пушок, так вот и я постирала этот шарфик. И все. И потом, наверное, нужно было все-таки положить его в горизонтальном положении. Я же его повесила. Повесила в ванной. Он у меня стек и почти, так скажем, он не был сухим, мокрым. Я его сняла, но вода стекла так хорошо. Может быть, поэтому он у меня значительно вытянулся. Потому что я, когда вязала, у меня было в сухом полотне, вот здесь вот по резинке, метр пятьдесят где-то. В итоге, что это у нас получается? На двадцать шесть сантиметров он у меня вытянулся. Поэтому учитывайте это. Но мне вот эти метр семьдесят шесть очень нравятся. То есть мне нужна эта длина. И, возможно, даже, наверное, на подсознательном уровне я это сделала, потому что мне нравится вот эта длина. Смотрится немножко брутально. Поэтому не пишите мне грозные комментарии о том, что рукава длинные. Мне это нравится. Мне нравится вот эта брутальность. Во-первых, сама вот эта резиночка английская, она, на мой взгляд, предполагает какую-то брутальность. И вот то, что они длинные. Во-первых, я могу это использовать как митонги. Очень хорошо. Вот здесь вот рыхлое полотно. Пальчик большой легко пролезает. И мы можем этот шарф рукава носить еще и как митонги. В общем, я в полнейшем, девочки, я в таком восторге. Я просто обалденно рада вот этой модели. Это такая теплота, это такая воздушность, это эффектность. И под то платье, которое я вяжу, буду вязать. Я уже начала вязать, между прочим. Не знаю, будет ли платье у меня с длинным рукавом. Либо я его свяжу как платье без рукавов. И тогда можно будет носить и вот этот шарф-трансформер под это платье. Пока я не решила, мои хорошие. Но модель сама достаточная. Это можно не обязательно носить под то платье, которое я задумала. Это можно носить под любые другие вещи. Ну, естественно, хорошо подобраны. Не подо все. Под тоненькую водолазку, под платье без рукавов тоненькое какое-то трикотажное. Эта вещь очень хорошо подойдет. Так, ну, вроде бы-то все я вам рассказала. Да, не сказала вот еще что. Смотрите. Видите, сколько я сшила. Вот здесь вот. Ну, какое расстояние. Вот здесь у меня 46 сантиметров. Вы можете сшить это меньше. Допустим, 30 сантиметров. В принципе, 30 сантиметров говорят, ну, вот все источники как один, что рукав нужно сшить вот этот 30 сантиметров. Я попробовала. Мне не понравилось. Вы можете здесь сами варьировать. Вот у меня, вы посмотрите на мне, вот здесь 46 сантиметров. Практически до подмышек. Ну, не впритык, но так это. Тут полноценный рукав у меня. И вот в таком варианте мне нравится, как эта модель сидит на мне. Да, что еще по 90 петель. Значит, вот здесь вот ширина шарфа тоже 46 сантиметров. Очень легко запомнить. Ну, а вы смотрите, как вы будете сшивать. Сшейте, допустим, 30 сантиметров рукава. Примерите на себя, покрутитесь, повертитесь, посмотрите, как вам нравится или нет. Всегда же можно переделать. Но у меня 46 сантиметров вот здесь шов рукава. Ну, все, мои хорошие. Сейчас пойду готовиться к видеосессии, показать вам, как же эта красота смотрится. Вяжите, девочки, которые начинающие. Вяжите, у вас обязательно это получится. Просто потрясающе, очень эффектно, очень тепло. И кто будет вязать этот шарф рукава из этих ниточек, не пожалеете. Я в восторге, я в полном восторге от этой ниточки. И я очень благодарна магазину Бобин. Ссылку, конечно же, я оставлю на этот магазин. Я не знаю, сейчас ли есть там серый оттенок, но как-то заходила, заглядывала. Серого оттенка не было, но было много других оттенков этой прекрасной ниточки от Color City Cangaroo Wool. Все, мои хорошие. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok